Добрый вечер! Эфирно-вуральская вещательная компания продолжает информационно-аналитическая программа «Объектив. Итоги» о наиболее значимых событиях прошлой недели в этом выпуске. Одной строкой о главных темах. Потенциальные резиденты территории опережающего развития – компания «Кибертоп Экосистемс». Она располагается на второй площадке ОХК. Здесь разработали два опытных образца мобильных мусороперерабатывающих комплексов. Высокоградусные температуры позволят экологично и безопасно уничтожать отходы. Руководство планирует наладить бесперебойное производство таких печей и создать в городе 200 рабочих мест. Новоуральский полицовет партии «Единая Россия» утвердил дату и модель проведения предварительного голосования. Садовая 9 – адрес преобразившегося дома, принятого комиссией после капитального ремонта. Публичные библиотеки 25. 13 марта 1992 года она впервые распахнула двери для своих читателей. Марафон «Азия-Европа-Азия» собрал лыжников со всей страны на трассах Новоуральска 11 марта. Это крупнорейтинговое соревнование входит в число лучших марафонов нашей страны. В пресс-туре, посвященном 125-летию создания первой телефонной станции на Урале, побывала съемочная группа Новоуральской вещательной компании. А теперь подробнее обо всех темах выпуска. Кибертоп-экосистемс – так называется компания, зарегистрированная в Новоуральске. Здесь производят мобильные установки для переработки мусора. Они позволяют экологически безопасно уничтожать практически все известные виды отходов. Предприятие появилось сравнительно недавно и располагается неподалеку от территории «Атом-Маш-комплекса». Высвободившиеся площади Уральского электрохимического комбината – поднеядерное производство. На Новоуральской промышленной площадке появляются предприятия, заинтересованные в реализации проекта «Территория опережающего развития». Компания «Кибертоп-экосистемс» располагается на второй площадке УХК. Здесь воочию посмотрели, как ведется работа журналисты и представители комбината. Вы прямо с полиэтиленом? Конечно. Вот прямо вот это вот технические отходы, которые нам поставили. Пока на предприятии изготовили два опытных образца мобильных мусороперерабатывающих комплекса. Тестовые испытания в ближайшее время состоятся на одном из полигонов Свердловской области и получат экологическое разрешение на эксплуатацию. Как говорят производители, рабочие высокоградусные температуры позволят экологически безопасно уничтожать практически все известные виды отходов. «Большая печь КАИ-500 – это 500 килограмм в час, то есть 12,5 тонн отходов мы можем уничтожать. В Новоуральске каждый день на полигон привозят 30 тонн отходов. Не будем пересчитывать на 365, это вы сами понимаете сколько. Две таких печки, даже одна печка с мусоросортировочным комплексом, мобильные мусороперерабатывающие комплексы, она и все эти отходы дневные, которые мы с вами производим, она их уничтожит». «Я считаю, что главная особенность заключается в том, что таких аналогов, ну вот со шлюзом, с загрузкой, с шлюзовой загрузкой, как бы, ну, я не видел. Там два клапана спереди, передний и задний. То есть топка всегда закрыта, как бы, нет прямого огня, потому что 1100 градусов там внутри. И когда, если бы просто была бы калитка, там туда, ну, там подойти, во-первых, невозможно. Вот, надо какую-то спецодежду огнеупорную, там, значит, лицо закрывать. А здесь ничего этого не надо делать. Легко все загружать, никакой опасности, в принципе, не представляет это». Пока все только начинается, но планы серьезные. Наладить бесперебойное производство таких печей и создать в Новоуральске 200 рабочих мест. Реализовывать мобильные мусороперерабатывающие комплексы рассчитывают за пределами города. К слову, стоимость таких чудо-агрегатов в тысячу раз дешевле предлагаемых зарубежных проектов. «Да, у нас есть очень много инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Там, Нуральский центр развития предпринимательства, бизнес-инкубатор, фонд. Это все хорошо, но анализируя их деятельность, мы видим, что в основном они поддерживают существующие уже в Новоуральске предпринимательства, которые в большей степени ориентированы на услуги, оказание услуг населения различных. А нам нужно, чтобы Новоуральск развивался, нам нужно выпускать продукцию, которая будет продаваться за забором, которая будет приводить к тому, что будет приток денежных средств с продажей этой продукции в Новоуральск в бюджет, в зарплату, соответственно, налоговое отчисление в различные уровни бюджетов. Нам вот это нужно для развития. И вот эта вот продукция, вот эти мусороперерабатывающие комплексы, они как раз являются, с одной стороны, уникальными, потому что в России пока такой продукции нет, а с другой стороны, Новоуральская, это как раз вот тот вид продукции, на котором город будет зарабатывать. Над этим проектом я работаю с 2010 года, получено около 10 патентов на изобретение. Здесь мы работаем буквально только 6 месяцев суммарно. Решили войти в Торы и организовать здесь производство, чтобы рабочие места для города Новоуральска создать. Это первое. Второе я и сам из Новоуральска. Хотя работаю живу и работаю в Екатеринбурге. Мы здесь организовали и хотим остаться. Здесь должна быть промышленная площадка, не пилотная ни в коем случае. Одни из задач, которые ставит перед собой компания, касаются и безопасной утилизации отходов и ликвидации свалок, в частности, несанкционированных. У компании есть все возможности стать резидентом площадки Тор, вести и развивать неядерное производство на Новоуральской промышленной площадке. Мы две недели назад были в Министерстве экономического развития. У нас по территории переживающего развития, глава НГО уже несколько раз докладывал, в том числе с средствами массовой информации, что все движется положительно. Поэтому мы надеемся, что те обещания, которые мы дали, в том числе руководителям компании «Гипертоп Экосистем», они осуществятся, что они станут резидентами ТОСР и, соответственно, тоже выдержат свои обязательства, организовав здесь 200 рабочих мест. Новоуральская вещательная компания продолжит освещать деятельность молодого новоуральского предприятия. И некоторое время спустя мы вновь расскажем, как здесь развивается производство. А теперь к другим темам. Выборщики будут определять кандидатов депутаты городской думы. В конце мая «Единая Россия» проведет предварительное голосование, где определятся кандидаты, которых поддержит партия на осенних выборах в представительный орган местного самоуправления. Подробности у Никиты Евсеева. Праймерис или предварительное голосование проходит, как правило, в рамках одной партии. Оно проводится для того, чтобы выявить наиболее популярных у избирателей кандидатов от партии для основных выборов в какой-либо орган. Праймерис были учреждены в США и проводятся там уже около 150 лет. Для нашей страны эта процедура достаточно новая. Впервые ее провела «Единая Россия». Это хорошая возможность кандидатам, не являющимися членами других политических партий, заявить о себе и принять участие в выборах в различные уровни власти, поддержив эту инициативу проведения предварительного голосования и президент России Владимир Путин. Вот это предварительное голосование нами внедряется как инструмент решения сразу нескольких проблем, нескольких вопросов. Во-первых, это делает всю жизнь общественной организации партии более прозрачной и приближает ее к людям. Функционеры партийные должны чувствовать, что в обществе происходит. И это очень важно. В ходе вот таких вот открытых обсуждений, споров, выявляются реальные проблемы, перед которыми людьми стоят. И идут дискуссии о том, как эти проблемы и эти задачи решить. Первое. Второе. Я очень рассчитываю на то, что вот эта система как раз и будет выталкивать наверх людей заинтересованных и желающих работать в интересах общества. В том числе и в высшем законодательном органе страны. Так что я рассчитываю, что это будет полезный, интересный механизм. Осенью этого года на Вуральце будут выбирать депутатов в городскую думу и губернатора региона. До конца весны «Единая Россия» должна провести предварительное голосование, где и определятся кандидаты, поддерживаемые партией на основных муниципальных выборах. Работа по подготовке к этой процедуре уже началась. На последнем полицовете партии была утверждена третья модель проведения предварительного голосования. Она подразумевает, что кандидатов будут выбирать представители самой «Единой России» и участники общественных организаций, с кем у партии заключен договор о сотрудничестве. Где-то последнюю неделю с 22 по 28 мая ориентировочно мы проведем, это в принципе оргкомитет будет решать, но тем не менее у нас есть такое пожелание, что в течение двух дней мы проведем вот это предварительное голосование на базе, скажем так, одного из учреждений города. Будут играть роль выборщики. В общем-то эта система, третья модель предусматривает данный вид голосования. Будут представители партии. Ну и, соответственно, мы до этого должны посетить все общественные организации, с кем заключен договор, провести определенную работу. Кандидаты должны высказаться со своими программами. И только после этого они будут допущены, скажем так, праймерис. Кандидатам уже сейчас нужно готовить пакет документов для участия в предварительном голосовании. Помимо паспортных данных, необходима справка с места работы, согласие на обработку персональных данных. Также необходима и справка об отсутствии или погашении судимости. Участник праймерис не должен иметь денежные счета за пределами Российской Федерации. Меньше шести месяцев остается до осенних выборов. И некоторые кандидаты уже начали агитационную работу. Предыборная работа практически уже началась. Почему? Потому что сегодня независимые кандидаты стали проявлять себя в округах. Информация уже приходит с мест. Мы про это знаем. В принципе, здесь удивительного ничего нету, потому что по нашим подсчетам, где-то в массе выборной кампании кандидатов должно быть, наверное, 120-130 человек не менее. Потому что в среднем на каждый округ это 5-6 кандидатов. Естественно, все партии и политические движения, которые зарегистрированы на территории Нуральского городского округа, в той или иной степени не примут участие. Но сразу говорю, что партия «Единая Россия» будет играть, я надеюсь, основную роль. Почему? Потому что у нас кандидаты сегодня согласованные, в принципе, определены. Люди узнаваемые, видные. И мне бы хотелось, чтобы их поддержала общественность городская. И чтобы они, в общем-то, впоследствии представляли наш город в лице депутатов в нашем собрании. Получилось так, что основная предвыборная работа кандидатов выпадает на летний период, когда многие люди в отпусках или на своих дачных участках. Новоуральцы всегда активно принимают участие в общественной и политической жизни города, региона, страны. Есть уверенность, что и в этот раз жители активно придут на выборы. Никита Евсеев, Николай Ларионов. Новоуральская вещательная компания. Специально для программы «Объектив. Итоги». В Новоуральске завершается сезон капитального ремонта жилых домов. Напомним, всего были запланированы работы на 53 домах. Фактически до Нового года строители успели отремонтировать 49. На днях комиссия приняла 9-й дом по улице Садовая. Остались еще три дома, один из которых тоже готов к приемке. За работой комиссии наблюдала наша съемочная группа. Рассказывает Антон Сапогов. Комплексный ремонт многоквартирных жилых домов – дело непростое. Каждый вид работ нужно согласовать не только с областным фондом капремонта, но и с жителями дома. В этом и заключается основная загвоздка. Если половина жильцов голосует за штукатурный фасад, а вторая за сайдинговый, работа не двигается с места. Зимой штукатурить фасады нельзя, поэтому работа отложена до начала сухого теплого времени. Ну а сайдинговые работы ведутся своим чередом. В пятницу строители сдали дом по Садовой 9. Заменен материал с шифера на металлочерепицу утепления от чердака было выполнено. Фасад был выполнен из сайдинга. Также были выполнены сантехнические и электротехнические работы по замене канализации, по замене верхнего и нижнего розлива. И здесь вот единственный дом, который у нас, это ремонт подвала был тоже так же осуществлен. Жители довольны работой строителей. Дом не ремонтировался очень давно и выглядел неряшливо. Теперь он заиграл новыми красками и смотрится нарядно. Ну они хорошо работали, да. Ну тут долговато. Больно уж много грязи тут мы таскали. Это все вот здесь. А так все нормально. Внешний вид нравится. Но тут некоторые были возражения против этого сайдинга. Ну вот сосед Левин там писал, ну пока это очень хорошо, красиво. Внешне очень красиво кажется теперь по сравнению с тем, что было. Потому что, ну, по-моему, в 90-х, ближе к концу, последний раз фасад так красили. И с тех пор он весь облезл и стоял. Подходить было даже неприятно к дому. Сейчас красиво. На очереди еще три дома, запланированные в ремонт прошлого года. Дом по Садовой начнут штукатурить не раньше майских праздников и должны закончить к 1 июня. Дом по улице Уральской не успели отремонтировать из-за частичного расселения жильцов, что отняло много времени. Там были насквозь прогнившие балки чердачного перекрытия. Пришлось их поменять. На третьем доме тоже возникли технические проблемы. Закончили 16-й год за минусом 4 многоквартирных дома. Значит, слышим сейчас вот при сдаче Садовая 9 причины, какие были. Это долгое согласование фасадных работ, да. Это, значит, этот дом. Второй дом, Садовая 11, он также в процессе выбора долго был сайдинг или штукатурка. На сегодня, по-моему, жители определили, что это штукатурка. И этот дом у нас вообще уносится на середину лета. То есть штукатурные работы только в положительных температурах. Также два дома по Уральскому у нас затянулись из-за технических проблем. Уже готова сметная документация на капремонт текущего года. В планах ремонта домов поменьше, чем в прошлом году. Денег хватает на 34 дома. Но ремонт может затянуться, поскольку областной фонд содействия капремонту одобрил только штукатурные фасады. А эти работы длятся дольше. Наши власти намерены еще побороться за сайдинг, но пока это в процессе. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. Сегодня свой 25-й день рождения отмечает Центральная публичная библиотека. Она открылась 13 марта 1992 года. В настоящее время под руководством директора, стоявшего у истоков основания библиотеки Светланы Бартовой, трудится профессиональный сплоченный коллектив. Библиотека сегодня – это один из культурных центров Новоуральска. Здесь проходит много разноплановых мероприятий. Тут всегда рады каждому посетителю, ведь работники библиотеки ежедневно отдают любимому делу частичку души и сердца. Продолжит Ольга Бертье. Новоуральская публичная библиотека за четверть века несколько раз меняла свое название. Но все 25 лет это учреждение культуры всегда было и остается сегодня одним из лучших друзей новоуральцев всех возрастов и социальных статусов. Ежегодно около 30 тысяч человек приходят в ее стены. 300 тысяч посещений в год. И каждый находит для себя что-то для души. Я желаю нашей библиотеке процветания, богатых фондов, активных читателей. С праздником! Новоуральская публичная библиотека сегодня это культурно-просветительский центр. Больше 4,5 тысяч различных мероприятий, больше тысячи книжно-иллюстративных выставок и 60 творческих конкурсов и заочных викторин. Это только в прошлом году. И все же выдача литературы населению, хранение и пополнение фондов. Это функция библиотеки, наиглавнейшая и самая востребованная. Как бы ни казалось кому-то, что печатная книга – это уже вчерашний век, сами печатные книги не только не исчезают, не иссякает интерес к ним даже у владельцев электронных читалок. Совсем другие ощущения, говорят. Я не читаю книги через компьютер. Шуршание страниц, что-то подержать. Для меня вообще это даже запах типографской краски родной. Ольга Порфирьевна работает в библиотеках больше 30 лет. Более того, именно Ольга Ишимбаева формировала с нуля фонды публичной библиотеки Новоуральска, когда еще и зданий не было. Мы же начинали, это не в этом здании, мы начинали комплектовать фонд еще в медсанчасти, в лаборатории патолого-гоматомической при Божьем отделении. Я начинала первая с Луна Федоровна Бартова. Там складывались книги, да, там, ну потом, причем нам, ну как, наверное, как и сейчас, и раньше, нам все это, весь город, можно сказать, помогал. И поэтому часть книг, которые мы уже обрабатывали или не успевали обрабатывать, мы передавали детскую художественную школу. Помню, военностроители нам помогали при перевозке, автобус для этого давал для вывоза литературы, театр кукол, так что как бы все, в общем-то, весь город, можно сказать, помогал. Мы ездили везде, в всей, можно сказать, стране комплектовали фонд. Ну, большая масса книг, конечно, была-то коллектор, библиотечный коллектор города Сырловска в то время еще. Книжная отрасль-то еще только развивалась, можно сказать, и были проблемы, конечно. Но нам помогали в этом крупной библиотеке страны, Москва, можно сказать, машинами нам отправляли книги, в первую очередь классику собирали. Ну и какие, скажем так, на книжном рынке в тот момент были, такие мы и закупали, потому что финансы были хорошие. Сейчас появляется очень большое разнообразие книг, просто даже, и я всегда думаю о том, что вот те бы деньги, которые были у нас в начале, когда мы начинали комплектоваться, это сейчас мы бы вообще тут все развернулись, у нас бы вообще бы все было. Ну вот я один год помню, что у нас, вот самый, наверное, такой, может, как раз с начала 90-х, было за год закуплено 38 тысяч экземпляров книг, а сейчас в среднем около трех тысяч. На момент открытия в публичной библиотеке насчитывалось более 60 тысяч экземпляров. Сегодня книжный фонд публичной библиотеки – это почти 600 тысяч единиц. Из них почти половина – это художественная литература. Что-то приобретается, что-то получается в дар, в том числе и от горожан, освобождающих свои квартиры от книг, к великому сожалению сотрудников библиотеки. А с другой стороны, иначе бы и не пополнились библиотечные фонды, в частности, уникальными книгами по краеведению, альбомами по искусству и разными книжными коллекциями, к примеру, по шахматам. О книгах и своей интересной профессии Ольга Ишимбаева может говорить бесконечно. К книгам и работе с ними она, выпускница библиотечных отделений Свердловского, областного культпросветучилища и Челябинской академии культуры и искусства, посвятила всю жизнь. И на библиотекаря тоже нужно учиться. Обязательно. Почему-то некоторые считают, ну это расхожее такое мнение, ох, ты там вам еще только еще чему-то учиться. Нет, у нас это очень, у нас, кстати, много людей в библиотеке с библиотечной высшим. С детства мечтала стать работой библиотекой. И я всегда мечтала работать в отделе именно комплектования, обработки литературы. Поэтому любимое место – это мое рабочее место. Я себя там чувствую уверенно и хорошо. Через вас прошли все книги абсолютно в этой библиотеке? Да, потому что я вот и до, значит, заказы, комплектования, потом, значит, научная обработка, техническая обработка. Вот в начале карточный каталог, потом вот в электронный каталог. Все через меня. Ну я не скажу, что я помню каждую книгу из наших почти 600 тысяч, но многие знаю в лицо. Ольга Бертье, Иван Вахмяков. Новоуральская вещательная компания. Из второй части выпуска информационно-аналитической программы «Объектив. Итоги» узнаете. 400 миллионов минут продолжительность. 500 тысяч абонентов на Среднем Урале. 400 миллионов разговоров по стационарным телефонам в Свердловской области за 2016 год. Первая экскурсия для средств массовой информации со всей области на главную АТС Урала. В числе приглашенных – съемочная группа НВК. Марафон «Азия. Европа-Азия» прошел в Новоуральске уже в 38-й раз и собрал более 300 участников со всей страны. У новоуральских маржей клуба «Белый медведь» появился свой гимн. Слова и музыка главы округа Владимира Машкова. Детский сад «Надежда» частенько принимает гостей из разных городов страны, особенно москвичей. Недавно на Новоуральский садик посетили координаторы проекта «Школа Росатома». Ведь именно это учреждение стало первым в России сетевым детским садом проекта. Подробности далее. Компания «Ростелеком» вновь пригласила на Новоуральскую вещательную компанию в пресс-тур. На этот раз он был посвящен 125-летию создания первой телефонной станции на Урале. Тогда обладателями телефонных номеров стали 100 жителей Екатеринбурга. Сейчас только за один год к телефонии подключаются 16 тысяч жителей региона. О том, как развивалась телефонная связь в Свердловской области, расскажет Альбина Бабкова. Домашний телефон – один из самых выгодных средств общения. Его доступность и экономичность делают стационарную телефонию выбором многих людей. А начиналось все 125 лет назад. 10 марта 1892 года начала работу первая телефонная станция на Среднем Урале. Вот это здание. Первыми ее абонентами стали городская больница, управа, пожарная часть и некоторые жители города. Всего 100 номеров. С тех пор связь развивалась стремительно. К примеру, за 2016 год абонентами стационарной связи стали 18 тысяч домохозяйств на Урале. А общая продолжительность разговоров за прошлый год составила 400 миллионов минут. Дополнительные виды услуг делают стационарную связь еще более привлекательной. Личный кабинет, да, он у нас реализован. Более того, он позволяет подтянуть различные услуги в один личный кабинет. Оплаты через, скажем там, мобильные приложения или через мобильный банк тоже доступны. Это все работает. У нас очень активно растет интерактивное телевидение. Прям фантастическими двузначными цифрами. Как я уже говорил, в два раза по отношению к прошлому году у нас увеличилось количество подключений по телефонии. Ну и подключение к интернету примерно последние несколько лет демонстрирует одни и те же показатели. То есть ровно мы потихонечку набираем абонентскую базу. После пресс-конференции в компании Ростелеком областных журналистов ждало интересное событие. Впервые для средств массовой информации была организована ознакомительная экскурсия на главную АТС Свердловской области. Первый пункт – часть телефонной станции, которая была сдана в эксплуатацию еще в 80-х годах прошлого столетия. Такие аналоговые участки были в разных уголках Свердловской области. Теперь они заменены на более современные цифровые. Этот участок – последний в своем роде. Скоро он превратится в музей. Такие телефонные трубки были, пожалуй, в каждой советской квартире. Это последний участок Свердловской области, где они еще остались. Здесь мы нашли канал для связи с нашим городом. В основном он используется для служебных целей. Один канал обслуживает служебную связь сразу с несколькими пунктами сети. То есть мы транзитом проходим через эти стойки в нескольких городах. И при необходимости вызвать определенного человека, например, определенный город или несколько городов. То есть мы подаем определенную частоту. Соответственно, у каждой на стойке стоит фильтр, который это все отслеживает. И выдает звуковой сигнал именно в том городе, с кем мы хотим связаться. Как минимум уже две стойки тут готовятся к выводу с той стороны. Конкретно с этой стороны стойки стоят, они используются для тестирования. То есть так или иначе наши потребители периодически требуют с нас предоставления каналов небольшой скорости. Ну, есть определенные виды у нас услуг. Соответственно, для того, чтобы их протестировать, проверить с потребителем, чтобы, ну, то есть организовать полностью канал и проверить, соответственно, используются вот эти вот генераторы. Вторая остановка – уже современная цифровая часть главной АТС нашего региона. Телекоммуникационные шкафы обеспечивают бесперебойную связь со всем миром. Видно, что модернизированное оборудование, установленное в 2006 году, занимает меньше места и более компактно. Работу цифровой АТС обеспечивает всего несколько человек. Здесь все автоматизировано и работает, по словам специалистов, без сбоев. Всего несколько десятков таких вот синих ящиков обеспечивают междугороднюю и международную связь свердловчан со всем миром. А это совершенно новое оборудование. Вместо нескольких десятков всего два шкафа. Новейшее оборудование, подключение к нему только началось и будет завершено к середине года. Всего два ящика обеспечат связь свердловской области со всем миром. Все остальное будет уже не нужно и постепенно демонтировано. Экономия места, ресурсов и мощностей, но в то же время большая емкость и эффективность. А главное его отличие – возможность передачи пакетных услуг, то есть интернета, телевидения и сотовой связи через одну сеть. Айпи-сети, но специализированные для передачи голоса, данных, видео. То бишь в одной сети передается любая информация. Это уже оборудование позволяет вот это делать. Старое этого не позволяло. «Искра Тел», который представляет в России «Искра Урал Тел» с главным офисом в Екатеринбурге же, имеет статус отечественного производителя. Стационарный телефон, несмотря на бурное развитие сотовой связи, продолжает оставаться востребованным. Главное преимущество – отсутствие так называемых глухих мест, как у мобильной связи, доступная цена и широкое развитие других телеком-услуг – интернета, интерактивного телевидения и той же самой сотовой связи. То есть пакетные предложения, когда за набор из трех-четырех услуг абонент получает существенную экономию в цене, а общение становится более доступным. Пожалуй, стационарная телефонная связь, всеми нами знакомая и такая привычная, будет востребована до тех пор, пока люди живут в домах и общаются с помощью голоса. На сегодняшний день это самый доступный вид общения, особенно для тех, кто говорит много. Альвина Бабкова, Антон Пылаев. Объектив. Итоги. Большое спортивное событие, которое объединило более трех сотен участников, прошло в субботу на лыжных трассах Новоуральска – 38-й лыжный марафон «Азия-Европа-Азия». Это крупнорейтинговое соревнование входит в число лучших марафонов нашей страны и привлекает сотни спортсменов из всех уголков России и даже зарубежных участников. На праздники спорта и здорового образа жизни побывала съемочная группа НВК. Наш лыжный марафон входит в международный рейтинг «Раша-Лопет» из 18 крупнейших марафонов России. Это один из десяти самых престижных марафонов страны. Если спортсмен принял участие в каждом из них и показал хорошие результаты, а тем более занял призовые места, ему присваивают звание мастера спорта. Ежегодно в нашем марафоне принимают участие лыжники со всей России. В этот раз заявки подали больше 300 спортсменов. 152 на дистанцию 50 километров, 122 на 25 километров и больше 130 на дистанцию 5 километров. Наш марафон пользуется большой популярностью в мире лыжного спорта. Отзывы очень хорошие, а тем более приезжие на предыдущих соревнованиях, как на Андроновского, приезжали и наши жители города на лыжне России. Все отзывались, что трасса великолепная. Конечно, это кропотливая, тяжелая работа идет. Собрать заявки на въезд. То есть заявки мы уже даже с прошлого года уже собираем. Их надо скомплектовать, утвердить, согласовать. И вот сегодня коллапс даже на проходной. До 80 человек скапливаются на проходной. И специалисты на проходной не успевают. Просто не успевают проверять там списки. Ну, девочки наши тоже помогают всячески. Ну, надеемся, что все. Мы даже регистрацию продлили на 30 минут. С одной стороны, это наш традиционный вид спорта. И лыжи, и биатлон. И мы достигали очень высоких результатов. Второе, мощная база создана. И мы ее дальше укрепляем. Только за прошлый год, вы знаете, очень серьезные средства вложили в трассы Зеленого мыса. До этого Ржероллерка. Еще, так сказать, ряд таких объектов. Будет дальше развиваться Зеленый мыс, как мощный биатлонный комплекс. Сегодня уже планы такие есть. И летом тоже очень много там будет сделано. В том числе стартовая поляна, новое стрельбище. Уже для проведения серьезных соревнований. Это уже за средства областного бюджета. Поэтому, конечно, у нас еще и хорошая школа, хорошие тренеры. В том числе и фериалы училища Олимпийского резерва, и детская юношная спортивная школа. Поэтому лыжи развивали, развиваем и будем развивать дальше. Но самое главное, что слава на Уральске от этого только растет и укрепляется. Поэтому слава спорту, слава лыжам. Для развития инфраструктуры зимних видов спорта наш город денег не жалеет. В планах на лето модернизация освещенной трассы и реконструкция конькобежной дорожки в спорткомплексе «Дельфин». Это делается не только для спортсменов, но и для всех поклонников здорового образа жизни, которых в Новоуральске очень много. Одна из фишек, скажем так, нашего города, это именно увлечение спортом и физкультурой всех жителей буквально, и работающих, и ветеранов, и молодежи. И поэтому вот марафон Азии, Европа, Азия, это тоже одно из массовых соревнований, очень значимых, зримых. Поэтому сюда с удовольствием приходят поболеть. Буквально только что у нас прошли массовые старты лыжня России, тысячи науральцев вышли. В течение недели несколько тысяч поучаствовали в этих соревнованиях, съездили в область, там хорошо выступили. Поэтому сегодня возможность увидеть классных спортсменов, это рейтинговое соревнование. Поэтому все это для того, чтобы не таблетками заниматься, а именно следить за своим здоровьем, получать эмоции и глотнуть свежего воздуха весеннего. И с новыми силами продолжать жить. В рамках больших соревнований у нас проводятся и семейные старты. Семьи разбиты на две группы, в зависимости от возраста младшего участника соревнований. В каждой эстафете обязательно участвуют папа, мама и ребенок. И хотя дистанции небольшие, заряд бодрости и хорошего настроения получает каждый поклонник лыжни. Как часто удается вам принять участие в таких праздниках и на что вы больше настроены? Именно на участие или на результат? Обычно на результат. И участвуем ежегодно. Главное участие принимаем регулярно. А результат главное нашему самому молодому спортсмену. Молодому представителю команды. Секрет победы – это ровная, стабильная команда. И вера в победу, в успех. Мы просто и ждем даже эти праздники. Готовимся. Не руемся специально. Выходим. После садика на лыжках гуляем. Он и в верхней салде у нас бежал, и в поселке Калины, и в Новоуральске бегает. Пока победителем являемся. Пока победителем. Подробнее о ходе марафона «Азия – Европа-Азия» мы расскажем в ближайшую среду в программе «Объективно о спорте». Антон Сапогов, Николай Ларионов, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. В продолжении темы спорта, но уже не лыжного, но тем не менее самого, что ни на есть зимнего. Клуб «Белый медведь» – это место, где собираются люди, которым уральская зима и лютые морозы – не помеха для хорошего настроения и бодрости духа. Два раза в неделю, несмотря на минусовую температуру, участники клуба собираются для того, чтобы понежиться в проруби Верхневенского водохранилища. Клуб любителей зимнего плавания «Белый медведь» существует в городе уже не первый год. Его участники пропагандируют здоровый образ жизни – моржеванием. На соревнования, организованные клубом, приезжают любители зимнего плавания со всего региона. А спортсмены «Белого медведя» участвуют даже в международных соревнованиях. Недавно на уральские моржи приехали с солидными наградами из Республики Беларусь. В клубе занимаются люди разного возраста. Пару лет назад к зимнему плаванию пристрастился и глава округа Владимир Машков, который написал песню, посвященную новоуральским моржам. И Мидовской силе река покорилась, и милен за милей Уралом открылась. Меж сопок суровых волной расплескалась, и с озером древним навек попроталась. На жестко ласкают уральские ветры, но мы проплываем свои километры. И в лютую сушу нам прорубь, парилка, себя уважают, и люди всех пылка. Лето близко сойдет, лед и белые медведи будут плавать уже при плюсовой температуре. Но пока еще можно насладиться зимним купанием. Они не теряют этой возможности. Никита Евсеев, Иван Вахмяков. Новоуральская вещательная компания. Когда в товарищах согласия нет. Эта крылатая фраза, как нельзя точно, характеризует ситуацию, которая сложилась в поселке Верхневенский между администрацией и конно-спортивным клубом «Каприоль». Стороны обвиняют друг друга в недобросовестности и невыполнении обязательств. Руководство Верхневенского жалуется на то, что лошади топчут тропу здоровья и лыжнем, проложенную в пределах поселка. Каждую среду, и когда у нас принимают депутаты, приходят жители. В основном это старшее поколение, которые у нас по тропе здоровья ежедневно прогуливаются. Это та территория, где люди могут отдохнуть. Тем более у нас там лыжная база появилась. Еще большая масса народа идет в эту лесную зону. И жители жалуются. Получается, у нас, как в Бородино, смешались в кучу коней люди. А руководство клуба «Каприоль» этот факт отрицает и сетуют на невыполнение пунктов договора аренды земли. Мне кажется, что кому-то просто приглянула земля, которая… По сути, здесь был лес, вложена куча сил, не говоря уже о деньгах. Вот, то есть, кому-то приглянулось просто. У меня есть такое очень сильное ощущение. На Ворольской вещательной компании готовит программу о конно-спортивном клубе «Каприоль», в которой подробнее узнаете о сложившейся ситуации и о том, какой выход видят из нее обе стороны. Передача выйдет в эфир в четверг, 16 марта, сразу после выпуска новостей. А сейчас о дошкольном образовании. Как известно, первый в России сетевой детский сад проекта «Школа Росатома» находится в Новоуральске. Это садик номер 22 «Надежда». Там третий год внедряют инновационные технологии воспитаний подрастающего поколения. Как идет этот процесс, смотрели лично гости из Москвы, координаторы всероссийского проекта «Школа Росатома». Чем удивили столичных гостей малыши, расскажет Наталья Ребрищева. Это карта. Карта? И куда она приведет нас? А куда она нас вас приведет? К царевне. К царевне? А что там с такой царевной есть? Почему вы же не собрались? Это настоящая карта спасения принцессы. Дети сами придумали себе ролевую игру и смастерили атрибутику. Малыши с удовольствием рассказали гостям о своих сказочных приключениях. А самое интересное, что в этой игре задействованы дети из разных групп садика. Познакомились ребята в Open Space. Это открытое пространство, созданное в рамках проекта «Школа Росатома». Год назад мы были в детском саду, и в основном все, что во дворе происходило, это вот какие-то преобразования, беседки новые строились, их разворачивали друг к другу, чтобы у детей была возможность вместе играть на улице. А то, что происходило здесь внутри, это пока еще только планировалось сделать. Вот сейчас мы находимся в месте, которое называется Open Space, открытое пространство, в котором дети могут свободно играть. И меня впечатлило то, что на самом деле здесь ничего специально структурированного взрослыми нет. Здесь в Open Space можно все. У детей 22-го садика есть право как угодно распоряжаться материалами открытого пространства. Правда, входить сюда можно с кармашками для сбора цветных фишек, которые обозначают вид деятельности. Дети с удовольствием поделились с гостями своими кармашками, которые подобрали даже по именам гостей Рома и Ваня. Здесь нет специальных каких-то сильно дорогостоящих конструкций, тяжелых и неинтересных детям, но зато есть много подручного материала, который они с удовольствием могут и помять, и испортить, и порвать, и принести новый. И тем самым есть возможность детям поэкспериментировать со всем, что под рукой есть. В этом отношении это, правда, такое настоящее детское пространство. Детский сад, конечно же, постарался, и в течение года такие кардинальные перемены, как мы рассчитывали, произошли. Координаторам проекта «Школа Русатома» очень понравился новоуральский опенспейс и самостоятельные ролевые игры и игрушки. Настоящая прялка произвела особое впечатление на столичных гостей. Детский сад номер 22 «Надежда» частенько принимает гостей из разных уголков нашей страны и на педагогические стажировки, и на открытие этого садика как первого сетевого в рамках всероссийского проекта. К примеру, как год назад на торжественном открытии были руководители госкорпорации «Русатом» и проекта «Школа Русатома». Теперь здесь ведутся проектно-сметные работы по расширению опенспейс. Продолжение, да, расширение опенспейса в стадии находится составление проектно-сметной документации, составление проектов, осмечивание. Так скажем, Наталья Юрьевна, она согласование курирует, дает идеи, дает техническое задание. Ну, пока это все еще в стадии замеров, в стадии разработки проектов и тесного контакта с Натальей Юрьевной. Задачи интересные, будет очень красиво. По словам строителей, когда выполняли работы по первому пространству «Опенспейс», то прониклись идеи, вторую очередь обещают сделать еще лучше и красочней. В течение года будут вестись строительные работы, причем незаметно для воспитательного процесса. Все для наших малышей. Здесь у ребенка есть право выбора, есть возможность погружаться в билингвальную среду, русский и английский язык, есть возможность играть в таком ярком и интересном «Опенспейс». Все инновации для гармоничного развития личности. Благодаря новоуральским неравнодушным педагогам и всероссийскому проекту «Школа Росатома». Наталья Ребрещева, Иван Бахмяков, Антон Пылаев. Новоуральская вещательная компания. А сейчас о том, что увидите завтра, 14 марта, в эфире Новоуральской вещательной компании. В 19.15 долгожданный телевизионный показ фильма «Новоуральская вещательная компания. Дороги, которые мы прошли». Он посвящен 60-летию Дома культуры Уральского электрохимического комбината. Напомним, премьерный показ состоялся в январе в киноцентре Неева. А сейчас возможность посмотреть фильм о веховых страницах истории Дома культуры появилась и у телезрителей. Вы увидите уникальные кадры из наших архивов. Интервью с теми, кто когда-то трудился на благо развития Дома культуры и продолжает это делать по сей день. Смотрите завтра, 14 марта, в 19.15. В связи с показом фильма сдвигается время выхода в эфир новостей. Так, передача «Объектив» начнется в 20.20. А сразу после – повтор программы «Объективно о спорте», посвященной Атемиаде 2017. На этом я с вами прощаюсь. Пусть начавшаяся неделя пройдет продуктивно и принесет только добрые вести. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин